здравствуйте друзья у нас на экранах мария что называется маша да не ваша пошутил а значит машинка мы с вами расстались на том что вы не были уверены то ли ваш муж переезжает кремниевую долину то ли вы к нему вернетесь сан-диего и это было в тот момент когда вы двигались на интерншип или что там было вот вот эта история вы отучились пошли на практику когда это было что было где там эта пандемия вообще вот последние события последние пандемические что произошло много чего произошло сейчас расскажу здравствуйте всем вот а значит я сейчас нахожусь в сан-диего а меня взяли на интерншип на работу я пришла собеседование а есть видео у нас за бабульки за бабульки значит у меня был бы граунд чек и поэтому я вышла позже чем ожидалось то я ожидала что долго ожидал лично мой был долго ожидала что я выйду где-то 7 числа или 6 марта где-то так вышла я 16 и это было еще условно потому чтобы граунд чек закончился наверно недели две назад только нет просто была проблема с образованием не могли подтвердить образование мне два раза сказали что мы не можем подтвердить образование два раза ответ нет пришел том плане что они не дождались эта компания которая делала она не дождалась ответа от университета то есть я не она куда-то посылала запрос все хорошо теперь подтвердили все окей дальше значит вы вышли сказали 16 марта до 16 марта вышла прямо в карантин вышло первый день карантина значит я успела получить компьютер на работе меня простук про инструктуировали первые день на работе был такой что не было почти ни одного сотрудника то есть была я одна еще пару человек которые вот с которыми познакомилась на следующий день я уже работала из дома и недели у меня еще я была в кремниевой долине работала удаленно так как это снимала комнату и вообще начиналась вот этот вот пандемия непонятно было что будет впереди насколько будет строгие правила я уехала домой с дьего то есть грубо говоря так если все равно уже сидишь дома так лучше не платить за аренду симпатичная с люди вы тут находитесь там пальмы да у нас очень хорошо у нас очень уютно вот и до сегодняшнего дня мы работаем с мужем удаленно он тоже работает из дома я работаю дома на митингах разбегаем все разные комнаты уже полтора месяца удален удаленного да 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 слушайте а возникают разговоры типа вот мы хотим чтобы у нас осталось или там как ты смотришь там вот такие разговоры есть а изначально был разговор когда мне еще принимали еще на собеседование что по окончанию интерншип то есть это будет в конце мая мы вместе сядем и подведем итоги если все хорошо то а будет поставим вопрос о переведении на кей инженер уже в штат не не знают фултайм или нет вот поэтому еще рано был такой анекдот как встречаются два там парня ну они как-то холостяки такие и один другому говорят ну чё будет женился или все еще совсем носки стираешь он говорит и то и другое вот так что вы получается так что вы и то и другое вы и работаете в кремниевой долине и в то же время да никуда не уехали из сан-диего да это очень замечательный так что мне карантин какой-то случайном степени пошел на пользу вот нам так удобнее но муж ваш он стоически выдержал ваше отсутствие пока в этом учились у нас да да он молодец ему трудно было мы трудно было в том плане что я забрала машину машина мы еще не успели только-только приехали в америку еще не успели стать на ноги полностью вы себя чувствуете как-то но с учетом обстоятельств что как-то уже пошла ваша такая линия производственная профессиональная в америке чувствую очень чувствую сейчас стало намного мы стали более уверены в завтрашнем дне по сравнению с тем как конечно даже полгода назад потому что полгода назад вот муж только начал работать и вот как только начал работать я уехала к вам и вот мы его так вот раздельно и вот сейчас у нас пошло работаем у обоих возникло ощущение что вы уже как-то встали на лыжи так становимся вот стали вот надо зафиксироваться вот надо зафиксироваться и вот расскажите как там у вас эти пандемические обстоятельства в сан-диего чего можно чего нельзя вот вы вообще из дома выходит куда-нибудь а мы из дома мы соблюдаем карантин мы в течение недели никуда не выходим только бывает такое что русский магазин какими-то за какими-то продуктами базовыми кого-то хлебушек там теплый себя продают какие-то сладости белорусскую селедку а следку мы как-то не очень сладости вот наши зефир вот такое дальше больше никуда не выезжаем на выходных мы выезжаем магазин потому что часы работ магазина они сократились и будни это невозможно это надо в очереди стоять купить что-то а мы не можем выйти потому что мы работаем много времени хорошо прям так вот работает что нельзя начать отойти не получается отойти получается но тогда получается очень много времени и нужно еще пообедать самому отдохнуть тоже с учетом обеда этот часами по вообще вот работа в удаленке это как-то напрягает или кайф или вот вообще что что если сравнить с тем что ты сидишь в офисе есть разница но например в америке мне не с чем сравнить потому что сразу начала удаленно работать но есть плюсы есть плюсы определенного в том что ты работаешь удаленно есть минусы например коммене минусы это такая более долгая коммуникация нужно описать в принципе проблема решается тем что можно быстро созвониться решить какую-то проблему то есть это небольшая проблему далее плюс пример в том что всегда ты можешь какую-то информацию сохранить и и повторно использовать и ты можешь если что-то не понял особенно когда ты вливаешься среду ты можешь что-то записать а потом открыть еще раз посмотреть чтобы не дергать людей по десять раз одними тем же вопросами это очень общение документировано этого где-то удобно конечно да хорошо но еще конечно плюс то что ты не тратишь время на дорогу демяна сборы и для меня это просто огромный штук лишь то что я могу работать и сан-диего сейчас и находиться вместе с мужем то есть вы сможем с мужем друг друга не мешаете или наоборот помогаете вот это вот ощущение что вот вы вместе на одной территории работает это в это в плюс или в минус а а лично я вроде бы он тоже я не чувствую какой-то какой-то дискомфорта у нас one bedroom поэтому можем разделиться спокойно уйти в разных комнат комнаты во время митингов многие жалуются что когда дети вот то это совсем плохо работает когда мама и мама по и дома и папа дома и детей еще я некуда отдать то как бы совсем работать невозможно ну у вас с этим больше пока да у нас проще а вот пляжи сан-диего это такие обалденные пляжи можно нельзя сам расскажу так смотрите мы как я когда приехала первую неделю мы пошли на пляж все было открыто мы еще прогулялись по пляжу все было хорошо потом через неделю на следующий уже стали все закрывать причем уже там прогоняли людей вот эти lifeguards когда вы были на пляже там было многолюдно там было такое что вот дышат на тебя и так далее то есть как бы не соблюдалась вот эта дистанция первую неделю вот когда карантин был введен по штатам по калифорнии а мы еще не закрыли пляжи было очень много людей и причем здесь как раз таки очень много пенсионеров американцев и все гуляют по пляжу все бегают все гуливают собак серферы и такое ощущение что вообще никакой пандемии не существует ну было как будто ничего не изменилось а сейчас конечно людей нет потому что всех разогнали и все у нас пляжи закрыты но например вчера вот у нас сейчас в сан-диего такое явление редкое я вот только вчера узнала биолюминесцентные вот эти бактерии это когда ночь 2 через два часа после заката начинается при движении то есть если воду до воды дотронуться либо идет волна начинать светиться волны просто вот ярким таким синим цветом как будто вспышка молнии это так необычно да это так необычно никогда такого не видели считать довольно редкое явление она весь происходит и происходит в августе но сейчас очень-очень теплые дни сантьего и возможно еще отсутствие людей как-то влияет я не знаю не изучал этот вопрос как это лично например готовите да например сегодня готовил обед мужа я завтрак меню сейчас более разнообразное чем раньше или наоборот вы так как-то заказываете пиццу какой что вот у вас происходит а вы знаете как когда вот стараемся готовить но бывает такое что некогда просто потому что мы очень много работаем и надо уже через час там нужно покушать и включиться дальше в работу а готовка она занимает время и бывает такое что мы что-то готовое но мы обычно если такое готовое то это в русском магазине борщ русский магазин там можно жить сало сало уважаете сало так не очень бекон пошли вот вчера магазины и хотелось сало и там не было пришлось заехать еще в один а в еще одном было сало но он такой как бы типа польская но из америки из филадолфии а другой такой украинского сало так вот такие дужигарно сало ну и светово чесал чесала репу и взяла американская на всякий случай попробовать уж мы никогда не пробовали американского сало хотя те же украинцы на и делают на общем такая еще не пробовали ну что нам обожать мы так и за год потому что 50 грамм съеден то не то что мы такие сало еды ладно значит с точки зрения того что вот иммиграция новички приезжают или не очень приезжают границы закрывают с работы какие-то там увольнения сокращения я понимаю что сан-диего город курортный и там наверно выше процент уволенных среди работников там ресторанов и может быть там гостиничной хозяйстве всякие там развлекательные туристические места вот у вас есть какое-то пожелание или какие-то соображения в отношении тех кто вот сейчас только вот он должен приехать пожить многие мандражируют сейчас приеду а работы нет вот так он думал там на трак пойду там я не знаю куда он там пойду на стройку пойду в магазин пойду и вот эти все работы на которые частенько идет новый иммигрант такие вот простенькие вот по ним как раз и жахнул чтобы вы должны вопрос если бы сейчас чтобы я делал сложный вопрос на самом деле потому что мы не оказались к счастью такой ситуации но я так скажу что его мне кажется что находиться сейчас в беларуси допустим где от откуда я сейчас намного опаснее плане работы и как себя прокормить дальше чем в америке потому что америка она нет я уверена что она быстро восстановится а то же самое с ресторанами но быстрее чем беларуси например вот это мое мнение здесь никто не голодает и на улице в общем-то не живет если особо желание такого нет поэтому ну ну да если потерять работу там то мне кажется что уже безопаснее находиться именно в америке здесь быстрее ну хорошо а вы смотрите наш канал конечно лукаво так посмотрели я вчера мальчика показывал из киргизии киргизии да и там их таким аварийным рейсом специальным там собирали по разным аулам там на внедорожниках с красными дип номерами там всех собрали лотерейщиков там все и вывезли транспортным самолетом вот 21 апреля вот я с ним да и там нашла тема такая что если ему не удастся за пару месяцев устроиться то может быть его менять профессию году в конце концов ты можешь там посидеть бишкеке там поменять профессию если уже менять профессию даже менять ее здесь как бы здесь надо работать на торг то есть можно менять когда есть источник доходов но когда его совсем нет может быть вот и там люди в эфире сколько там люди качали не едь обратно ты что с ума сошел там ладно ну что же хорошо у вас есть какое-то впечатление о рынке труда то есть вы не пробовали там резюме я может какой-нибудь вывешивать как-то вот посмотреть что происходит нет еще я знаю что пока никуда не набирают уже например у моего компания она полностью прекратила набор и все откроется только когда будет снят карантин поэтому сейчас мне кажется я не знаю я не искала но говорят что очень сильно сократился рынок труда пока ничего не понятно которые с вами учились вы закончили когда примерно там феврале да или что где-то тогда это может быть в серебине февраля то есть это были люди у которых почти не было времени она а многие на начали интерншипы тоже пошли и как то вот у них есть какая-то связь с одногруппниками что там происходит да вот например узнала что один из моих одногруппников буквально вот сегодня первый его рабочий день как на интерншип он находится в лос-анджелес потому что он оттуда она работа в бэре когда будет пока удален но когда будет снят карантин тогда он поедет туда тоже хорошо получилось во время карантина я почти каждый день слушаю там что софия рассказывает у нас же там в зуме митинге мы там вот и в общем ей удается даже сейчас был какой-то период когда как-то подвисла немножко а сейчас они привыкли к онлайн новости таскать удаленности этого всего возвращаются обратно хотя конечно ввести в строй новичка там практиканта сложнее чем ввести в дело там допустим человек с опытом который там силы по и работает но все-таки этого надо объяснить показать там что-то такое вот это там неизвестно где но в той мере в какой мы это принимаем и говорим ну значит так понеслось дальше так что ладно а вы если вас возьмут скажет ну все там карантин сняли приезжать на вбрю будешь тут работать поедите или так скажите я лучше с мужем тут сан-диего останусь сложный вопрос потому что работа очень интересно мне очень нравится у меня а у мужа мужа у него ему дали фултайм время карантин перевели на постоянку мы не думали что у нас так хорошо дела у меня ручку позолотили поэтому сложный вопрос будем смотреть вообще сколько это будет все длиться и вообще вы живете про люди которые смотрят на нас сейчас давайте сейчас свой образ перенесу из правого угла куда-нибудь сюда вниз чтобы пальмы не загораживать это же я там среди пальм свое свое видео поставил окошечко то есть как они живут до сан-диего так хорошо я обожаю это место есть такая энергетика совершенно по-другому очень сильно отличается калифорния даже просто внутри калифорнии очень сильно отличаются город а морячки там еще ходят да ну вот когда карантина нет мальчики красивые такие пишут там морякам там скидка 15 процентов там застрижку там еще морской типа американская одесса такая водицы были нет но у нас здесь рядом военный аэропорт военный здесь постоянно летают самолеты вот первые полные дня они именно вот эти реактивные военные они такие громкие красиво красиво так летят или так да они там один за одним и про год назад здесь еще была репетиция военного вот этого рада авиа авиа шоу мы просто всю неделю наблюдали вот здесь такая красота есть такое конечно громко евреи спрашивает раввина могут рэбе скажите а почему мы делаем обрезание тот говорит ну во первых это красиво парад во первых это красиво так летят хорошо что приезжайте все энергетика потрясающе нам просто у меня это ассоциируется с красной площадью и моим подростковым возрастом вот когда в подростковом возрасте я шел по красной площади и там прет и вот сан-диего он такой приезжайте к нам я обязательно обязательно ну как вот карантины поснимают мы сразу к вам все заметно это я вам обещал что буду крестным вашего да мне мне тут рассказали что оказывается чтобы быть крестным надо быть православным вот да я могу знать я просто подумал так такая маша хорошая буду крестным выяснить это видео сниму как крестить все машенька хорошо значит супруга вашему привет он совершенно очаровательный даже не правила вы как пара обалденный когда вы вместе вот это снимал вас тоже на берегу океана здесь вот вы такая очень хорошая пара я не знаю как вы друг друга нашли но в общем так это случилось не случайно когда случилось не случайно это случайность случилось не случайно вот так хорошо машин вы выглядите я бы сказал отдохнувший спасибо да я не жалуюсь на карантин здесь хорошо да я тоже не жалуюсь сижу так нормально вот у меня тут вот пожалуйста воду пью спортом занимаюсь видно что я окреп а мы а я видела ваши видео где там зарядку делают все а вы санта-круза и для нет знаете что в санта-крузе там народу много на пляже входит вдоль пляжа пляже закрыта ну пошли их закрывали на на пасху и закрывали там на по набережной ходит столько людей что я чувствую опасность почему они знаете как там еще разрешают велосипедистам ездить по тротуару и там много народу бежит и он бежит и дышит вот этим своим учащенным дыханием как змей горыныч и сейчас выяснилось же что не только кашлем и чиханием передается вирус но и при дыхании тоже поэтому я не хочу чтобы я в рожу дышали какие-то совершенно посторонние люди которые бегут мимо главный вот и мы просто перешли на параллельную улицу но там уже нет океана я думаю если гулять по улице так я здесь могу гулять чем не там были вот так что мы иногда наезжаем мы можем там раз пару недель там на денечек приехать там может быть за ночевать там не знаю сходить в любимый магазин но в общем там как бы ничего делать и света моя чувствует себя здесь лучше здесь ну как бы все рядом тут у них да и мне здесь очень много места там все-таки домик-то поменьше и у него не решение что вот ее приковали вот какой-то территории и второй машины нет в эти лучшем такая такие дела и русского магазина не по-моему магазина в санта-крузе нет 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 ну а собственно 40 минут 35 минут до сан-хосе и там есть и не один ночью как-то своих нет такие дела машенька давайте мы что мы пожелаем нашим зрителям они следили за вашими передвижениями по нашему каналу как вы тут вообще полонишь привыкли к вам мы же в ответе за тех кого приручают это вот я про вас говорю вы приручали наших зрителей вот вы теперь в ответе я говорю всем спасибо за хорошие комментарии мне очень приятно спасибо всем все-таки доброжелательные хорошие отвечайте в комментариях то чтобы люди знали что есть связь хорошо а следующий раз подавайте с вместе с мужем я хочу чтобы они видели давай вместе тоже вы так не очень парочка больше нравится хорошо спасибо все тогда счастливы пока деток хорошо вам появится детки с ним втроем спасибо всем до свидания